Вот это пока все нормально. Да, вот здесь вот надо поиграть с экспозицией. Подготовка полным ходом. Государственный художественный музей распаковывает картины и скульптуры к торжественному открытию выставки «Кулу. Серебряная долина Рерихов». Экспонаты доставили из Москвы. Принимают участие здесь художники из разных регионов. Есть скульпторы из Красноярска, есть художники из Оренбурга. То есть это вот такой сборный проект художников, посвященный теме, единый, вот такой концептуальный, раскрыть священный образ долины Кулу. То есть того места легендарного, исторического и природного, живописного, где находилось имение Рериха и до сих пор оно существует и теперь функционирует как музей. На выставке представили больше 70 работ и алтайских художников в том числе. А ее предыстория началась больше 30 лет назад, после поездки российских художников в усадьбу Рериха в Индии. Там они написали множество произведений, занимались восстановлением имения и разбором архивов. Перед вами человек стоит, который нашел дневники Николая Кстатиньевича Рерих, его трансгамаловская экспедиция. И мы эти дневники ночами читали. Вот в этом подвале при лампе, при свете лампы летучая мышь, я раскрываю дневник и на полях этого дневника надпись, касая «Благостави препятствия, ибо оно в путь к совершенству». Это стало жизненным девизом Владимира Анисимова. Атмосфера места сподвигла художников на создание шедевров. Гималайская живопись, графика и необычные экспонаты, например, яблоко Рериховского сада или ваза Шамбала, которую Владимиру Анисимову подарили около 40 лет назад. Вот сейчас она такая прям свежая, без изъянов, но через несколько лет она будет жить, трещать, от нее будет отваливаться. А я говорю, Дмитрий Николаевич, а почему так-то? А я, говорит, нарушил химию, я здесь эксперименты ставил, и химические действия до сих пор идут. Вот я ее подклею, подрабатываю. Торжественное открытие выставки состоится 12 апреля в 16 часов. Посетить ее можно до 13 мая. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.